Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Станислав Юдин. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Осторожно! Газ! На производственной площадке одного из предприятий в поселке Димитрово произошел мощный взрыв. От бытовой техники до космоса в Магнитогорском техническом университете состоялся профориентационный мастер-класс для учащихся школ и лицеев города. Дожили до свадьбы золотой, впереди бриллиантовая. В правобережном районе чествовали пары, отметившие полувековой юбилей совместной жизни. А начнем мы наш выпуск с информации о чрезвычайном происшествии, которое произошло в поселке Димитрово в среду, примерно в 10 часов вечера. Там прогремел взрыв. Очевидцы сообщили, он был такой силой, что в некоторых домах повыбивалось стекла и было отключено электроснабжение. Как стало известно позже, взрыв произошел на производственной площадке предприятия МАКТЕХГАЗ при перекачке углекислоты. Все обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить, однако в МЧС уже подготовили официальный комментарий. К месту были направлены силы и средства Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытию к месту было установлено при перекачке углекислоты из передвижной в стационарную емкость произошла разглеметизация стационарной емкости. В результате происшествия был разрушен склад для хранения пустых баллонов размером 5 на 2 метра. А также в результате происшествия пострадало 2 человека. Им была оказана амбулаторная помощь. Данные граждане от госпитализации отказались. В настоящее время причина происшествия устанавливается. В Магнитогорске близится к завершению работы по благоустройству внутриквартальных территорий. Проект «Комфортная городская среда» инициирован партией «Единая Россия». Он взял старт весной 2017 года и рассчитан на 5 лет. Откуда вы? С какого дома? Александрушка, здрасте, мой парень. Александрушка, Олегушка, да. Пожалуй, только пожилые люди вот так с неподдельной искренностью могут благодарить организаторов большой перестройки магнитогорских дворов. Но наверняка у многих горожан темпы, главные результаты благоустроительных работ осени 2017 года вызывают как минимум уважение. Ой, как я благодарна. Я смотрю, детишечки бегают, у меня прям душа радуется прямо. Мария Павловна проживает в доме номер 78, дробь 1 по проспекту Ленина, рядом 74 по этому же проспекту, а также 91 с дробью 2 по проспекту Маркса и 9 по улице имени газеты «Правда». Большинство соседей Марии Павловны по родному дворику активные, неравнодушные люди. Мы объясняли, неоднократно встречались по каждому дому, разъясняли, что входит в каждую перечень работы жителей, очень активно принимали участие, обсуждали абсолютно все. Весной жильцы выбирали все сами. Двор этот довольно просторный, захотели в нем большой детский игровой комплекс, спортивное оборудование, скамейки и урны, и все это огородить. Вокруг пожелали заасфальтировать проезды и для автомобилей 700 квадратных метров выделили, не поскупившись на 3% софинансирования. Двор был загружен, перегружен автотранспортом, парковались на газонах, то есть сейчас ситуация значительно улучшилась за счет того, что были созданы парковочные карманы. Вся стоимость благоустройства также с устройством ограждения, то есть выставлены еще заборы для ограничения въезда на детские территории, игровые площадки, состояло порядка 1 540 000 рублей. Порядка 1 300 000 было потрачено на игровое оборудование. Председатель городского собрания депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Морозов внимательно осматривает новый игровой комплекс и обнаруживает, что подрядчик в день приемки не удосужился снять с оцинкованной горки защитную пленку. Так это должен родитель отдирать или подрядчик? Нет, мы не можем. Это же вы должны. В ходе инспекторской проверки выяснилось, такие мелочи не мешают сделать главный вывод, все задуманное стало реальностью. В дальнейшем благоустройстве двора, ведь предела совершенства нет, поможет управляющая компания. Качество работ мы оцениваем на четверку с плюсом. Здесь никто не вмешивался в решения жителей. Даже управляющая компания просто взяла бумагу и записывала за жителями, что они хотят. Вот сегодня они получили. Падает снег, вот уже все исправно, все работает. Андрей Рыжков, Влад Набиев, телекомпания, ТВИН. Продолжаем программу. Оператор машины непрерывного литья заготовок отдела непрерывной разливки стали кислородно-конвертерного цеха Сергей Фасалов был признан лучшим работником ММК по итогам прошедшего месяца. Чем вызвано такое уважительное отношение со стороны руководства выяснил Павел Берсенев. В числородно-конвертерном цехе работают пять машин непрерывного литья заготовок. Процесс продолжается 24 часа, а это 30 плавок в сутки, 10 за смену. Каждая плавка 350-360 тонн раскаленной стали. Во время разливки металл попадает в так называемый кристаллизатор, где охлаждается и формируется корочка-слитка. Контролировать этот технический процесс я обязан оператор МНЛЗ. С агрегата доводки стали нам передают информацию по плавке. Я ее фиксирую, передаю бригадиру, определяется, какое тепло ему нужно. Отправляем заказ на печную. И общение с остальными, с диспетчером, с любыми службами, с любыми постами. В числородно-конвертерный цех Сергей Фасалов пришел 21 год назад. Сначала был газорезчиком, а спустя 5,5 лет перевелся на главный пост управления, где и трудится по сей день. За время работы он сам досконально изучил работу цеха и теперь помогает в этом молодым сотрудникам. К слову, даже непосредственный начальник Сергея Равкатовича, мастер участка Александр Калита, сам в прошлом его ученик. Он является наставником молодых рабочих, которые приходят в бригаду, прикрепляются к нему. Он обучает, рассказывает все премудрости своей работы, передает знания, опыт. Воспитал не одно поколение хороших, ответственных сотрудников. Звание лучшего рабочего стало для Сергея приятной неожиданностью. Впрочем, по его словам, такого громкого титула достойны многие сотрудники коллектива. Коллектив достаточно молодежный, в принципе дружный. У меня со всеми отношения, слава богу, теплые, нормальные. Очень хороший человек, отзывчивый. В любое время может подойти на помощь, как говорится, как бы не спросил, какая бы ни была ситуация. Так что безотказный во всем. И как работает, как говорится, положительный человек вообще, во всех отношениях. Павел Грусеньев, Влад Набиев, телекомпания ТВИН. От бытовой техники до космоса. Под таким названием в научно-образовательном центре Магнитогорского технического университета состоялся мастер-класс для учащихся школ и лицеев города. Акцент на встрече был сделан на современные и востребованные специальности, такие как мехатроника, электроснабжение и электропривод. Продолжение следует. Приемная кампания этого года выявила удручающий факт. Выпускники городских школ, решившие поступать в Магнитогорский государственный технический университет, с требованиями вуза к абитуриентам знакомы с мутно. Ребята даже не знают, что на львиную долю технических специальностей обязательно нужна физика. И обязательно нужна профильная математика. Приезжают с базовой, а я никуда их не могу взять, кроме как на физкультуру. В срочном порядке образовательный перекос решено было исправить. К началу декабря в МГТУ стартует серия мастер-классов под названием «От бытовой техники до космоса». Их основная цель – сориентировать школьников и учащихся техникумов в перечне существующих в вузе профессий, а также помочь в подготовке к поступлению. Объяснить ребятам, что они решают свою судьбу, а не кто-либо. Вот сейчас закладывается база и уговорить их сдавать физику и объяснить вот эту ситуацию. В университете есть система подготовки школьников, мощная, хорошая. В справедливости этих слов потенциальные студенты убедились лично. Молодежи были показаны лаборатории факультетов энергетики и автоматизированных систем. Уникальность технических классов Горного университета в том, что установленное здесь оборудование полностью соответствует работающим на металлургическом комбинате с системой. А значит, научившись работать на нем, выпускники со 100% уверенностью получат возможность трудоустройства. Учащийся многопрофильного колледжа Алексей Зайцев с будущей профессией уже определился. Мастер-класс в МГТУ лишь утвердил его в правильности принятого решения. Жизнь с технической специальностью я хотел связать еще давно. В классе, наверное, начиная с 6-го, 7-го, потому что мне стало интересно, тем более, как отец рассказывал. Сейчас это все очень востребовано, в любом случае будет возможность найти работу. Поэтому для меня стала интересной профессия как гидравлик. В ходе мастер-класса школьники увидели, как работает новейшее оборудование мирового уровня, узнали о нюансах обучения и подготовке к вступительным испытаниям. Подобные мастер-классы с молодежью, стоящей на пороге выбора профессии, состоятся также по направлениям электроника и теплотехника. Станислав Юдин, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИ. Студенты Магнитогорского медицинского колледжа принимали у себя гостей, в числе которых были сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, делегации из других колледжей нашего города. Все они стали участниками познавательного мероприятия, посвященного женской красоте и профилактике табакокурения. О нем расскажет Юлия Никифорова. Организаторы встречи, студенты и педагоги Магнитогорского медицинского колледжа постарались собрать воедино всю важную информацию о женском здоровье и красоте. И даже выпустили журнал о вреде табакокурения. Это мероприятие проходит в рамках конкурса, который организует инспекция по делам несовершеннолетних, то есть на лучшую воспитательную организацию работы. И вот мы посчитали, что мы можем такое мероприятие предложить по профилактике табакокурения. Студенты медицинского колледжа действительно, как никто другой, разбираются в вопросах женского здоровья. Такие темы затрагиваются учебным процессом. Женщина, которая курит, ребенок находится вот в таких зеленых водах. А это роды женщины, которая не курит. Кроме того, среди сегодняшних студентов медколледжа есть уже практикующие массажисты, визажисты, косметологи. В ходе практической части мероприятия ими были организованы мастер-классы по уходу за волосами и кожей. Я работаю в студии «Контур», занимаюсь визажем и перманентным макияжем. По законодательству это требует медицинского образования. И так как я уже человек взрослый, то я несу свою ответственность за своих клиентов. И, конечно же, хочу, чтобы им предоставлялась услуга на самом высшем уровне. Не только с точки зрения художественной части, но и с точки зрения медицинской. Поэтому ничего другого как бы и не предполагалось, как пойти в наш замечательный медицинский колледж. Остается добавить, что участники этой встречи получили массу полезных знаний. Хочется надеяться, что они никогда не попадут в ряды курильщиков. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, Радик Ахметов, телекомпания ТВИН. Заплати налоги и спи спокойно. С просьбой не забыть это сделать, к магнитогорцам обратились налоговики. По истечению назначенной даты, это 1 декабря, горожан ждет куча неприятностей. Начисление пении из которых станет, что называется, только цветочками. На пресс-конференции, организованной для журналистов города налоговиками, сообщили, что общая сумма начисленных налогов составила около 350 миллионов рублей. Из этой суммы на сегодняшний день собрано только 56%. Одна из причин – жалобы на неполучение налоговых уведомлений. Налоговики напомнили, что их не получают те, у кого налог меньше 100 рублей, и те, кто зарегистрирован в личном кабинете, где сумма отображается автоматически. Еще одной причиной неуплаты стало непредставление документов на льготы. Здесь также попросили не забывать о том, что для их получения нужно написать заявление, заранее уточнив имеющиеся в городе категории льготников. В городе Магнитогорске введены дополнительные льготы для граждан. К ним относятся следующие виды граждан. Члены многодетных семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, члены семьи, воспитывающие детей инвалидов, одиноким родителям с ребенком или детьми в возрасте до 18 лет. Также стоит знать, что только начислением ПИНИ уклонение от уплаты налогов не закончится. Закон разрешает налоговикам приостановить операции по личным счетам в банке, наложить арест на имущество и запрет на отчуждение имущества, а также ограничить выезд за границу. По итогам прошлогодней кампании провести свой отпуск за пределами Родины не смогло более 360 магнитогорцев. К другим темам. Когда старость в радость, серебряные волонтеры отпраздновали свой первый день рождения. Год исполнился организацией, члены которой являются помощниками в проведении многих спортивных, творческих, научных и других городских и всероссийских мероприятий в Магнитогорске. И пусть большей части из них за 50 сил и энергии здесь на зависть многим. А еще серебряные волонтеры – преданные зрители телекомпании ТВИН, и в частности подарков на день рождения. Экскурсия в нашу телекомпанию стала для них самым долгожданным. Марина Сергеева встречала именинников. Год как серебряным волонтерам – это чудесно. Мы вас действительно поздравляем от всей нашей телекомпании. Знаем, в каких и насколько сложных иногда мероприятиях вам приходится участвовать. Действительно, это очень ценно, что у нас есть такая помощь и поддержка ваших лиц. Вот такие они – позитивные, энергичные, невероятно ответственные и пунктуальные. Некогда юристы, врачи, учителя, сегодня вышедшие на пенсию и вырастившие детей, имеющие больше свободного времени. Они готовы дарить его просто так, взамен на добрые слова и положительные эмоции. Вот уже год, как ни одно городское мероприятие не проходит без них, как они сами признаются, истинных патриотов легендарной магнитки – серебряных волонтеров. Это люди, которые, ну и не знаю даже, какими мерками измерить все то душевное тепло, добро, каким они делятся со всеми. Это особенные люди. Приход в нашу телекомпанию стал для них тем самым подарком, который они попросили накануне своей первой годовщины. Побывать в закулисе известных программ, познакомиться с любимыми ведущими и, конечно, задать самые волнующие вопросы. Словно дети с самого входа в ТВИ, наши преданные зрители, как они признались сами, встречали проходящие мимо знакомые лица и просили сфотографироваться на память. Здравствуйте, девочки! Ой, как он! Живой! Живой! Он живой! Девочки, внимание! Самое благородное занятие человека на земле, когда человек обрабатывает землю. Ой, как здорово! Вот до чего техника дошла. Обычная зеленая стена в мгновение превращается в просторную студию. Восторг у наших гостей вызвало буквально все. Павильоны, суфлеры, камеры и монтажные. Телевизионная сказка вдруг стала былью. Еще бы! В следующем году телекомпании ТВИ исполняется 25 лет. И уж поверьте, ценным кадрам и бесценным архивам есть о чем рассказать и что показать нашим телезрителям. Мы в полнейшем восторге от впечатлений, которые на нас произвели в сегодняшней экскурсии. Мы даже не ожидали, насколько такой труд, когда мы не видим изнанку той вашей работы, которую вы преподносите уже с телевизионных экранов. Движение Серебряных, вспоминает его основательница Римма Хаилиева, начиналось с десяток человек. Через год их стало в три раза больше. И это не предел, ведь волонтерство – дело добровольное. И в своих рядах они всегда рады видеть новые лица. Марина Сергеева, Влад Гусев и Радик Ахметов, телекомпания ТВИН. Дожили до свадьбы золотой. Впереди бриллиантовая. В Магнитогорском концертном объединении чествовали пары Правобережного района, которые отметили полувековой юбилей совместной жизни. На праздники молодоженов с золотым стажем побывала наша съемочная группа. В 1967 году счастливые молодожены. Сегодня уже золотые юбиляры. У каждой из этих 56 пар своя история любви длиною в полвека. Семья Федотовых, Валентина Евдокимовна и Юрий Иванович вспоминают, познакомил их случай. Он был в армии, а его знакомая мою фотографию увидела, взяла и ему в армию отправили родители. Да, они отправили. И он мне прислал письмо, и мы начали переписываться. Через полгода он пришел с армии. Мы полгода повстречались и поженились. Он мне понравился сразу. Я уже не отступал до конца. Благодаря разным увлечениям и профессиям, она в прошлом повар, а он слесарь-ремонтник металлургического оборудования, каждый день они находят друг в друге что-то новое. А рецепт их семейного счастья прост. Мы всегда друг с другом советуемся. Мы уступаем друг другу. Но стараемся, чтобы ссор не было. Притерли все. Слова поздравлений, песни, танцы, все это сегодня только для них. Кстати, вот так золотые пары в Прогрежном районе чествуют уже 17 лет. Организаторы считают это и дань уважения, и молодым наука. Вот к чему стоит стремиться. Вы являетесь примером не только для молодых, но и для таких, как я. Еще раз всех поздравляю. Вам здоровья, успехов, счастья. Завершился праздник для золотых юбилеров большим концертом артистов городского концертного объединения. Детя, слава, дедце моё, Детя, слава, деде, мастер. В наше время, утверждают специалисты, чтобы оставаться на месте, нужно быстро бежать вперед. Особенно это касается бизнеса в досуговой сфере. Растут требования потребителей, усиливается конкуренция. По-новому организован дополнительный сервис и в аквапарке «Водопад чудес». Начать перезагрузку выпало предприятиям общепита. Они полностью сменили формат и концепцию, что появилось в результате на площадках уже полюбившихся магнитогорцам ресторана «Лагуна» и ночного клуба «Пираня», выяснял Игорь Гурьянов. Люди среднего поколения и чуть постарше наверняка помнят, как после посещения бассейна, тогда он назывался центральным, и в этом году ему исполнилось бы 45 лет, все мы чуть ли не бегом очень дружно мчались в ближайшую блинно-пельменную, расположенную на углу Октябрьской и Набережной. Действительно, после активных занятий плаванием самое время либо плотно перекусить, либо легко отобедать, благо сегодня никуда бежать, не нужно все под боком на любой вкус и, что называется, кошелек. И начнем мы наши ресторанные хроники от аквапарка «Водопад чудес» с чего-нибудь подемократичнее. Итак, новость. Ночной клуб «Пираня» сменил формат, и сейчас это мясной ресторан «Кебаб Хаус». У нас огромный ассортимент блюд, которые мы готовим на мангале, то есть блюда грели. Свинина, мякость, баранина, говядина, курица, рыба, все, что вашей душе угодно. Надо отдать должное рестораторам. Переформатируя заведение, отдавая предпочтение свежим мясу и рыбе, приготовленным на мангале, они постарались сохранить в новом формате все то лучшее, чем славилось в свое время «Пиранья». Во-первых, вместимость. «Кебаб Хаус» может принимать до 400 человек одновременно. На просторах городского общепита едва ли встретишь заведение с таким потенциалом. Тесно не будет. Площади танцпола, банкетного зала, непосредственно ресторана позволят гостям чувствовать себя просторно. Свет, цвет и звук, традиционно неплохие в «Пиранье», решено дополнить беспроигрышным трендом в виде живой музыки живых исполнителей. Грамотность такого решения стала очевидной на пилотном банкете, свидетелем которого стала наша съемочная группа. Кстати, банкетный зал легким управленческим решением может превратиться и в концертную площадку, чтобы божественные звуки не были омрачены пошлым звяканием вилок о тарелке. Сегодня процесс отлаживания культурной программы в самом разгаре. Устроители смотрят артистов, модернизируют звуковую, цвето-музыкальную аппаратуру. Все для того, чтобы не было мучительно скучно, в том числе на новогодних корпоративах и в саму новогоднюю ночь. Для справки, погулять с коллегами в канун главного праздника стоит 1400 рублей с человека. Новогодняя ночь обойдется чуть дороже – 2500 с персоной. Приятно удивлена. Заведение замечательное. Кухня отличная. Можно здесь провести как корпоративы, какие-то официальные мероприятия, так и дружеские вечеринки. В общем, мне очень все нравится. Но что делать, если торч под шашлычок не по душе? Решение близко в буквальном смысле – за соседней дверью. Уютный зал на 50 человек максимум отвечает самым взыскательным вкусом европейского стиля. Сам шеф прошел обучение в Италии, чтобы, как говорится, соответствовать. Вообще, перезагрузку ресторана «Лагуна» решили начать с кухни. И сегодня здесь в меню дорадо и осьминоги, стейки и мраморная говядина. На салаты и холодные закуски, как, впрочем, и на десерты, можно просто любоваться, получая эстетическое удовольствие. Да и недаром бывшие мастера авторской кухни в один голос утверждают, а в «Лагуне» этому еще и неукоснительно следует, что вкусная еда просто обязана быть красивой. Учтен даже такой деликатный, скажем, факт, что искомого любимого блюда нет в меню. Не проблема, говорят в «Лагуне», шеф изготовит по индивидуальному заказу, конечно, при наличии исходников. Мне, пожалуйста, жареный хвост крокодила крайние 7 сантиметров. Хорошо. И снова ценник. На предновогодние вечера бескультурной программы 1600 с персоной, в новогоднюю ночь подороже 5500 с программой и напитками. И «Лагуна», и «Кебаб-хаус» уже открыты и уже принимают своих первых благодарных посетителей. Игорь Гурьянов, Владислав Гусев, телекомпания ТВ. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tv-in.ru. Впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 1 декабря. Всего вам доброго и до встречи. Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». По данным Бюро погоды, 1 декабря в городе ожидается значительная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северный 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью – минус 8-9 градусов, днем – минус 7 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok